добрый день дорогие друзья вы находитесь на канале онлайн оранжерея и с вами я его несомненный ведущий юан так вот давайте же посмотрим что у меня тут произошло наверное по названию видео вы уже поняли да но я себе купил второй стеллаж и разобрался на своей во всей коллекции что где как стоит установил нормальные лампы потому что ламп не хватало теперь всех ламп достаточно докупил лампы вот давайте же небольшую экскурсию устроим что у нас где находится сначала давайте там где у нас светло покажу потом включу свет и в принципе посмотрим что у нас сейчас цветет на верхних телажа начнем с первого этажа что у нас здесь находится на первом этаже я поставил все достаточно взрослые уже большие растения здесь начиная от макселярии различных заканчивается логинами анцидиума ими некоторыми видами фаленопсисов каких-то редких каких-то просто в состоянии цветущих здесь находится по поводу начинающих цветущих фаленопсисов сока rex как вот он был на бутонах так он остается единственное что мне очень понравился его первый бутон почему-то он решил зашел засушить все чего не знаю вот видите да желтенький такой вот бутон вот он выпал не знаю в честь чего он решил засушить но в принципе я уже рассказывал про это растение в каком она в состоянии было и вот сейчас наконец-то более-менее в себя приходит поэтому я не удивлен от него далее здесь у нас находится ленопсис в принципе вот так его название вот такое у него название сейчас тоже на бутонах очень красивый фаленопсис мне напоминает чем-то бронзовую буду только лишь цветение как минимарк ну вот странное объяснение да но я ставлю фотографию в принципе очень яркая яркое цветение цветочки у него не крупные но и сама само растение это не крупная зачем она мне еще понравилось то что у него очень жесткий лист прям вот очень жесткий лист далее здесь у меня стоят мои зигапиталумы оставшиеся один зигапиталум начал давать новые ростики и давать корни новые корни субстраты для них легкие тут обычная целофлора пена стекло перлит немножечко добавленных с кокосовых чипсов чуть-чуть буквально мелкая мелкая фракция и естественно мелкая кора вот вот то же самое у нас вот здесь но это очень старая посадка в принципе но ему нравится не хочу его дергать потому что естественно то что они пережили это ничем неописуемо вообще и хоть хорошо что хоть раз тут но тут еще вот это зигапиталуме сейчас стоит на бутонах тоже мне это очень нравится естественно я у него тут еще вот что заметил единственное что что я у него тут заметил у него еще оказывается один бутон когда я переносил всю все растения на новые места естественно обнаружил у него вон вон еще один бутончик дальше эпидендрумы целогина крестата вот мне не нравится как она здесь стоит скорее всего ее поставлю ниже дальше цветущие фаленопсисы гибридные обычные мутантики сейчас цветет продолжает свое цветение у меня дендробиум нобеля да вот дальше также стоит все на на выпустил свой цветонос и стоит без каких-то видимых проявлений это наша доходяга который я лечил корни в предыдущем видео можете видеть да единственное что заметил улучшение корни стали более напитаны то есть лучше стало вот сейчас мы будем проводить и повторную процедуру потому что эту процедуру с приве куром надо повторять три раза ну вот но надеюсь что все будет хорошо дальше вот здесь уже отцветает орхидея паук вот с этими варегатными листовыми пластинками тоже очень красивое растение то же самое наш ароматный принц которого я очень теперь люблю и я вот думаю что я куплю себе еще такое растение потому что мне она очень понравилось честно и розетка хорошая корневая система у него хорошая и аромат очень сильный но чудесное растение за ним у нас находится бросового надоза вот в таком вот керамическом горшке тоже не крупное растение жду жду когда нарастет и будет у нас уже цвести дендробиум и бариода но здесь вот можем видеть ну туда я просто составил все-таки более дендроподобные орхидеи эпидендрум тот же самый дендробиум нобеля вот орхидея мини марк вот тоже на старых цветоносах я не обрезаю ждем 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 а стоит также на цветоносе у нас наш сапфир сапфир который именно фиолетового такого цвета интересные орхидея мне она очень понравилась вот и в цветении и без цветения тоже рассказывал в каком качестве пришло это растение поэтому я от него ничего не ожидал но тут вот такой вот поэтому спасибо ему за старание ансидиум твинколь который вот такие вот в таком вот размере в огромном горшке сидит у меня я его поделил поделил наверное на части 5 вот да я что-то я продал что-то я подарил вот огромное было растение после его цветения естественно начался активный рост новых бульб бульбу у него чтобы вы понимали она наверное в раза полтора больше куриного яйца вот настолько они огромные правда что касается этой камбрии вот такой у него был большой цветонос и целый ворох цветов а это камбрия ко мне попала опять же исключительно случайно потому что я шел просто по магазину ашан и чисто случайно увидел ее на уценке она была в очень плохом состоянии корней там не было совсем а было парочку бульб но естественно что я же меценат надо спасти растений тогда купил это растение выхаживали выхаживали и вот в этом году когда я приезжаю до забирать эти все растения я у нее вижу огромнейший цветонос просто я был настолько удивлен настолько было бы были огромные налитые бульбы у нее горшок абсолютно закрытые закрытая система это горшок на системе арте вот чтобы вы понимали да я вынул ее из горшка посмотрите как проросли у нее корни и они прям стоят постоянно в воде ничего им не случается вот так подсморщились бульбочки потому что пересушил честно признаюсь пересушил она стояла у меня на самом верху стеллажа рядом с батареей поэтому вот так подсдулись бульбы но растут новые росты в принципе в принципе ничего страшного даже вот до сих пор этот огромный цветонос у нее держится то что была целая метелка цветов вот но это вот все на первом стеллаже а давайте перейдем ниже что у нас тут ниже находится ниже у меня находятся различные бульбофилумы те же самые мини анцидиумы какие-то анцидиум твинкли небольшие анцидиумы детки фаленопсисов до азиатики вот и нас что могу сказать бронз мэй да в очень хорошем состоянии ко мне оно пришло это растение от одного поставщика и в принципе когда я вынул из торфа стакана это растение корней там было не очень много вот сейчас видим положительную динамику после того как он пришел уже наконец-то в себя при дополнительной досветке вот у него наконец-то растет новый листик не там немножко раскуклились корни дальше целогина целогина вечно забываю название целогина париж и вот дальше новая вот такая талумния наш целогина тоже с.п. то есть неопределенный сорт здесь на вело снял с блока посадил просто в кору немножечко там мха еще есть начался рост новых корешков в принципе меня это устраивает вот видите да крышочек раскуклился все с ней хорошо нарастим все будет нормально потому что этой велоцеи вот не соврать наверное лет четыре года где-то точно и она начала наращивать вот сейчас корни это меня безусловно радует дальше здесь у нас представлены вульвофилумы также некоторые виды целогин вот ну тут вся такая мелоча кстати говоря мне одна моя очень хорошая приятельница дарила тогда фласочное растение это golden леопард да наташа бокова тебе привет вот фласочка что с ним пошло не так я не знаю честно потому что фласка была вот такая потом он мне остановил цветение остановила развитие и начал давать новую детку думаю ну ладно а потом что он сделал он начал наращивать обратно эту розетку зачем что к чему вообще не понимаю вот но вот 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 такая вот каракозябра теперь у меня растет дальше а еще одна из моих таких любовей это естественно фиалки здесь различные сортовые фиалки гибридные фиалки все что только возможно что-то я размножаю некоторые размножаю листом и уже детки имею так вот тоже много видов какие есть многих видов нет но это именно вот такие вот ветки потому что у меня основная коллекция фиалок она все-таки стоит на окне здесь это деточки которых я вот сейчас подращу дальше давайте спустимся ниже здесь у меня стоит стеллаж с моими уцененными красавицами либо те растения которые мне принесли на спасение либо же растением которым просто было плохо которые не смогли продаться или еще что вот которым нужно было срочное восстановление так вот что касаемо этих растений многим уже становится лучше у кого-то был и трипс у кого-то вот допустим как у red eye у него вообще не было корней вот там вот один корень есть и все вот сейчас наращивает мне новый листик надеюсь что все будет с ним в порядке и все будет хорошо дальше орхидеи здесь есть и киви бьюти и различные бабочки и крупноцветы и азиаты что вот этот вот азиат тоже лимонно-желтый очень красивое было цветение что-то начал сбрасывать листья посмотрел он у меня всегда стоял закрытой системе посмотрел что-то не так стало с корнями ничем не обрабатывал просто поливал как обычное растение не знаю что с ним такое стало сейчас я его поставил на полную просушку я обработал ему шею максимом и оставил в таком состоянии в принципе далее что могу сказать ну вот сейчас все в активном росте все в активном росте у всех новые листики появляются вот кстати да есть какие-то у которых цветоносцы точки роста у которых я жду деток то же самое пни у нас вот там вон стоят тоже жду деток с них вот здесь монтрекс а тоже вот в активном росте он находится вот такой чудесненький новый новенький листочек у нас растет дальше если проходить более правее то что мы здесь можем видеть здесь у нас растет орхидей фаленопсис абба вот таком вот состоянии два листа не более того какой-то гибридный фаленопсис тоже я не помню то ли мне его принесли то ли я его как-то купил из-за жалости какой-то вот сейчас вот в таком состоянии стоит ну и вот чуть 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 вот такого всякого разного кстати говоря вот здесь вот даже вот цветонос успевает нарастать дальше с правой стороны у меня здесь мое детище по типу размножения растений здесь я укореняю свои хои различные пепперомии антуриумы есть есть также папоротнички вот вот он венерин волос и так далее вот дальше у меня висят здесь это растение которые идут на продажу шикарные просто шикарные не мог пройти мимо то чтобы мне прислал поставщик это просто чудо чудо коллизия вот так вот в таком вот состоянии те же самые тридисканции вроде бы обычная тридисканция но вот такие крупные шапки нарос нарощенные ну очень красиво дальше давайте поднимемся уже выше я сейчас включу свет чтобы вам показать именно цветение растений вот посмотрите какая красотка и и как только не называли я слышал ее даже называли по типу сейчас скажу мальвина ее называют мальвина мне очень нравится этот сорт в принципе у меня два экземпляра один с потерянной корневой системы другой вот такой вот до цвета и дальше вот такой красивый бегли вот что же самое весь на бутонах стоит бутонов немного но я в принципе и рад этому потому что я купил буквально недавно он начал бутоны свои отсушивать но вот в таком состоянии но я в принципе скорее всего отрежу ему цветонос и буду ждать пока он наращит будет не наращивать уже новый домашний цветонос дальше мой огромнейший психопсис который я уже делил несколько раз на вот эти вот три почки цветущих и вот посмотрите пожалуйста что мне опять делает он нарастает опять потому что но это вот настолько огромное растение что его даже поставить некуда его невозможно с кем-то в соседство ставить то что он его просто закрывает дальше венецианский карнавал здесь вот доцветает уже уже полный роспуск вот насколько красивая орхидейка дальше здесь у нас вот такая вот мраморная красавица стоит это растение не знаю оставлять себе либо же на продажу купят купят не купят ну и себе оставлю буду рад в принципе на то что очень красивая орхидейка дальше эсми эсми тут продолжает свое цветение в принципе говорят что она ароматная но у меня она не ароматит никогда вот потому что это не первое растение которое я беру у меня не не пахнут хотя и досветка есть и все что хочешь но будем верить как бы другим другим людям что она ароматная я не собираюсь что-то тут брать на веру или проверять как-то ну вот у меня эсми не пахнет к сожалению вот а кстати говоря из цветущих я забыл вам показать парфюмерную фабрику бабочку давайте я уберу из этого фиолетового света и поставим ее на белый свет чтобы было видней и и цветочки красивый вот такое огромное растение она только купленная недавно с выставки вот вот настолько шикарная бабочка очень красиво если что у меня она опять же не ароматит но в принципе в принципе будет ароматить когда уже акклиматизирует полностью моих условиях вот сейчас я не ухаю она абсолютно не пахнет ничем но это ничего не говорит просто эта бабочка вот это смотрите еще раз на фиалочки но это ни о чем не говорит в принципе мне как я уже и говорю мне в принципе на цветение первое магазины все равно мне главное как она будет свести дом вот вот таком вот состоянии вот таком состоянии моя теперь коллекция все вроде бы как бы хорошо ни на что не жалуемся есть потери но все бывает самое главное как я всегда говорю начинать реанимацию надо вовремя они когда уже поздно пить боржоми когда почки отвалились грубо говоря поэтому как только вы заметили какие-то проявления уже нужно ставить растение на реанимацию ребят спасибо большое за просмотр рад был вас видеть на своем канале вот такой вот получился небольшой обзорчик нового стеллажа поэтому спасибо за просмотр подписывайтесь и ставьте лайки до новых встреч надеюсь мы встретимся уже в новом году на этом в этом году уже видео будет я буду заканчивать вот поэтому всем спасибо за просмотр и хорошего настроения я я я я я я я я